Доброе футбольное утро! Лига будущих звезд возвращается после паузы на матче сборных. Юношеская футбольная лига, вашему вниманию, и соперничество между Родиной и Краснодаром. Между командами 2009 года рождения мы сейчас увидим с вами матч, заходом которого наблюдать вместе с вами. Комментировать игру для вас будет Артем Гурьев. Последовали за командой, с удовольствием проведут время в нашей компании только для трансляции, но и найдут еще время для того, чтобы посетить Малой Оленей переулок, где располагается арена. Очень туда стремилась попасть, но и, конечно же, успехи Родины не могли остаться незамеченными. Капра! Неужели мы этого ждали и дождались? Первый гол команды 2009 года рождения. Золотого мальчика, который выиграл золотой мяч в 2001 году. Гришин здесь носил удар, неприятный рикошет, и этот рикошет как раз дезориентировал линию обороны. И Никита Гончарука, который на мяч выйти не успел, позволяет Капрау мячом завладеть. И будет удар издали! Это было опасно! Как раз мы говорили о том, что Родина 2009 года рождения стала чемпионом зимнего первенства Москвы. Отдыхать в этот перерыв, который не за горами, но футболистам Родины не терять. Концентрация есть, а не хотят сохранить преимущество! Им этого не удается сделать. Здорово справляются футболисты свои задачи, но здесь просто Кирилл Кириллов махнул мимо мяча, чем воспользовался Даниил Рыбаков. У него мяч оказался под левой ногой. Белоконь набирает ход и скорость, успевают защитники вернуться, пока вот эти размажистые движения. Белоконь конвертирует в удар. Много стандартных положений разыгрывал Краснодар сейчас. Как готовился Краснодар к этому сезону? А сейчас будет удар, он следует от добивания! Не зря активен, все время на мяче, много бьет. Помимо Краснодара 2000 в... А это не имеет значения в данной секунде, потому что выходит вперед Родина. Следовать за Родиной везде. Да, отлично! Какая передача от Капрана пяткой! Его ждет Александр Хромыков, но вместо этого его команда получает третий мяч. Это Матвей Иларионов! А спустя просто несчитанные мгновения нахождения их на поле, счет уже стал 3-1 в пользу команды, но... Но видим то, что Краснодар отправляет мяч. А в сетку это гол! 81-й номер, Иван Переломов, центральный защитник. Помню, что там успехов команда не снискала. Ну а вот в этом матче успехом, возможно, для них будет и ничья. По крайней мере, они сейчас все делают для того, чтобы приблизить... Приблизить концовку к этому матчу мастер компенсированного времени. Он в первом тайме сравнял счет, перед тем, как команды отправились на перерыв. И сейчас команду спасает своим голом. Классная передача от Даниила Попова. Сработала с заменой. Следует подача. Удар направления дальней штанги. Как же Краснодар был близок к тому, чтобы одержать победу. Но в итоге матч заканчивается ничейным результатом 3-3. И тут я не знаю, кто в большей степени может радоваться этому успеху. А кто быть более раздосадован.